девочки добро пожаловать во вторую часть инвентаризации скажем так ну и просто обозревание мною моей же коллекции для организации ее в моей голове мы остановились на зеленом чае с фигой с инжиром который я обожаю это мой любимый аромат второй по обожаемости аромат именно в жару он любимый потому что в жару ни один зеленый чай его не мог затмить в жару не хочется хочется пахнуть приятно но не хочется ощущать слишком сильных ароматов так вот зеленый чай и бамбук это то что надо на зеленый чай и огурец честно говоря мне жалко тратить деньги и вы знаете он пользуется в германии я так понимаю успехом потому что на него никогда нет цены 8 евро и так бамбук пахнет он как обычно зеленым чаем и пахнет вот этой свежестью свежестью раз разломаны веточки я не знаю девочки как пахнет сам бамбук бамбук в жизни я встречала исключительно либо он стоял далеко от меня каком-то ну какого-то пруда это скорее всего был ботанический сад либо это уже был сухой бамбук в мебельной индустрии назовем это так поэтому не знаю как пахнет бамбук мне пахнет очень свежо пахнет зелеными веточками вот этой кожурой невероятно вкусно пахнет и очень освежает и тоже как видите я его прилично так израсходовала вот пока не настоялся инжир он и не стал более таким сладким а был более свежим таким зеленым то он составлял ему конкуренцию чудесный аромат но самую жару я от него все-таки задыхалась это аромат вот если вот эти два аромата особенно бамбук можно использовать при температуре за где-то 27 градусов то от нектарин блоссом зеленый чай начинаешь уже задыхаться то есть мне он казался супер сладким когда я его убирала на лето то есть убирала в такое время а начинала пользоваться когда немного похолодало то есть как что значит похолодало ну просто жара спала он был необыкновенно классно мне он нравился уже он уже не был таким приторным но как видите его если вот этим я поливалась то вот этим поливаться не надо очень вкусно пахнет он не пахнет не просто не просто цветами нектарина он не как будто пахнет самим нектарином но он не доспел еще он не такой сладкий он не какой-то там медовый также покупала тогда или после купил я уже не помню по моему после да после я покупала гранат и зеленый чай коробочка вообще девочки это просто искусство но так красиво это все смотрится вот даже подарить кому-то в подарок не стыдно то есть это шикарный подарок поверьте здесь все бог знает сколько всего в пирамиде это была лимитка девятнадцатого года и у него я не знаю вам наверное не будет видно у него особенный у него есть автор и это какой-то довольно знаменитый нос родриго флорес ро рои или ро по моему читается французский ро читается это зеленый чай и гранат но помимо граната то чувствуется еще куча всего и тут действительно намешано много всего и гранат есть и цветы есть магнолия но не такая томная магнолия а белая и лист фиалки и маты и малиновый цвет ну короче и мох тут тут реально я вот списывал пирамиду пирамиду очень большая так что пахнет он не только нет вот этой в этом аромате нет кислинки которая помимо сладости присутствует у граната и последний это моя новинка которую я не носила еще летом вот она ждет скорее всего весны и не слишком жаркого лета потому что мне кажется тоже меня будет души тоже коробочка невероятно красивая это зеленый чай и вишневый цвет необыкновенно красивый у нас очень часто сажают именно вот такого цвета либо нежно розового либо цвета фуксии и в боне кстати есть самая знаменитая улица там засажены вот эти вишневые деревья и они это аллея прямо настоящий когда они все начинают свистеть это невероятно красиво смотрится вы можете посмотреть забейте в интернете в гугле город бон 2n и вишневая аллея или цветение вишен и вам сразу вылезет вот эта улица но там кстати сфотографироваться во время цветения очень сложно потому что людей всегда там много но может быть только как это в карантин было мало людей ой невероятно вкусно пахнет этот аромат пахнет цветами и пахнет зеленым чаем не могу сказать что мне прямо пахнет исключительно вишневым цветом очень очень приятный аромат так все вот эти коробочки у меня пустые а вот еще один высокий флакончик это гэс бай марсиана это красивый да флакончик здесь не хватает конечно колготы потому что это новый выпуск вы знаете сеточка там должна быть с меня с этим ароматом в атлеванте познакомила опять же таки вика и я в него влюбилась то есть мне показалось когда атлевант носила что это чудесный аромат на каждый день но почему-то из флакона когда я начала пользоваться когда купила начала пользоваться он мне кажется очень сладким это такой как как будто одушка крема что-то вроде наподобие не вея но не вея аромат он очень приторный а вот это именно остается таким нежно-сладким и вот по сравнению с атлевантом этот аромат мне кажется более сладким так может быть я атлеванту не дала отстояться нормально не знаю так тут у меня еще есть более высокие флакончики секундочку так сейчас будет наверное довольно много флаконов от для риф достине аромат это я не помню на что это аналог пахнет невероятно вкусно это цветы чуть-чуть такая мальноватая база сладкий и даже может быть немного терпкий наверняка здесь есть и фрукты но я не помню девочки пирамиду попользовалась им когда его купила и отложила я не могу объяснить почему я это сделала но вот иногда бывает такое уже не новинка переключаешься на какие-то другие следующий аромат это наверное были одни из первых аромат от ляриф который я покупал но я тогда прямо через короткий промежок так от того что была в восторге что они мне очень нравились и зашли покупала очень много первый аромат который мне прям очень зашел ляриф ин вуман это аля закос ну кто-то говорит что это под арман баси кто-то говорит армане си такой красный флакончик пэшн который называется я не пробовала арман баси не знаю как он пахнет пэшн си я пробовала тот более тонный более богатый вот этот веселенький ароматик им это просто поливашка для весны чудесный аромат поэтому я бы не стала его сравнивать с каким-то оригиналом но вот так он больше фруктовый чем цветочный он очень веселенький и мне ощущается не как парфюмированная версия а как туалетная вода можно запросто делать там шиков наверное блин не хочется чтобы эти флакончики пропадали шиков 5 ой уж ты бедный но это потом сейчас уже тянуться не буду второй в таком флакончике не появился мисс дим это аналог туфельки каролины эреры но туфелька она более сладко мне кажется это менее сладкая менее может быть насыщенная я вам скажу что я им поигралась поносила немножечко в тот момент когда я вносила в принципе аромат не нравился я даже ходила пробовать каролину эреру они мне показались похожими но меня не зацепила оригинал меня никак не зацепил и вот этот не могу сказать что ну вы видите я не знаю видно или нет немного израсходованного поигралась поносила и отложила поэтому поэтому на оригинал я даже не смотрю понравился мне вот этот ляриф майк май он ли виш называется это аналог ой ой аналог кашарель yes i am красный с красненькой помадой флакон выглядит как помада мне нравится оригинал но мы на него мне не хотелось мне он настолько нравился что уже хотелось разоряться но тут выпускает ляриф вот эту вот версию я подумала что он такой сладкий и у нас он очень дорого стоит он стоит 40 евро за тридцатку и я подумала что я ну настолько мне не нравится чтобы я так тратилась и посмотрю я решила тогда купить ляриф посмотреть как он у меня идет вдруг действительно знаете может быть такое что зайдет так сильно что я захочу оригинал но нет опять же таки как вот эту мисс dream поносила насладилась кстати вика мне также присылала отливант чуть-чуть отъехать вика присылала отливант и я поносила немножечко и я он мне быстро надоел вот поэтому покупать оригинал я не буду следующие два высоких флакончика первый про который я как-то вот рассказывала вам но рассказывала именно наверно в покупочках потом больше я его не показывала магнетизм от боже мой эската да очень необычный аромат он начинается очень зеленый потом превращается во фрукты ягоды и цветы очень необычный все равно на протяжении всего он остается таким довольно свежим при этом терпким интересный аромат однозначно я не жалею что я купила сразу 50 миллилитров там можно конечно 75 купите тридцатку но я пишу вот 50 миллилитров он меня очень удивил вызвал много эмоций но пока не могу сказать что я прямо к нему нужно вот реально по привыкнуть так не падай пожалуйста в оборок он не очень устойчивый девочки второй аромат я не знаю аналог ли это или это авторское звучание аромата это жан артес султан вы знаете у них есть классический султан такой оранжевый который на самом деле практически стопроцентная копия бёрбери ма бёрбери который называется если не ошибаюсь бёрбери который кругленький такой пузатик только бёрбери он более мягче вот это оранжевый он более такой яркий на мой взгляд более громкий даже наверное и это не мой аромат потому что у меня был еще один а-ля аналог на него но от oriflame который называется господи годесу называть или как же называется я забываю такой там красивый очень красивый флакончик вверх у него как будто верхушка статуи в греции вот я не знаю или колонна какая-то интересная такая фигурная и фланкер первого так вот он не первый не зашел я отдала его подружке которая стала его просто обожать он у них очень быстро закончился и когда я получила вот этот вот кстати в одном заказе и султан и бёрбери я заказала сразу бёрбери в первом султан я сразу узнала что это арифлейм одно и то же кстати его можно если вы любите бёрбери то султан можно бёрбери стоит тридцатку на натину очень часто там есть акции скидки а султан очень часто стоит 8 евро это однозначно выгодная покупка если вы любите аромат бёрбери так вот султан я сразу узнала а бёрбери изначально он интереснее так раскрывается и султан и арифлейм они изначально уже то во что превращается бёрбери потом поэтому бёрбери мне сначала я его не узнала и он мне даже понравился но потом когда он установился я поняла нет я такое носить не смогу подарила подружке она счастлива уже ополовинила их и даже по моему султан мне вообще заканчивается так вот это новая серия султанов и этот аромат называется ле фаталь девочки простите опять много разговариваю тут я хотя бы несколько рядов успела в первом видео сделать ну ладно это для меня сливочное мороженое такое жирное сливочное мороженое в раскрытии потом выходит на первый на первый план выходит кокос ну кокос придает очень часто такую лактонность молочность так еще один аромат из высоких плахончиков сейчас посмотрим секундочку девочки на сориентироваться давайте уже покажу кошечек обожаю обожаю моих кошечек это не серьезные ароматы так эти перри все ароматы практически все ароматы у нее они плохо держатся девочки надо делать около трех до пяти пшиков и надо обновлять течение дня если вы хотите стабильно пахнуть одним ароматом но я поэтому покупаю всегда от кэти перри 100 миллилитровых флаконов я знаю за ней такое кошечки девочки обожаю кошек это было просто дело решенное мне даже все равно было как она как они пахнут даже если бы они пахли неприятно но это веселые ароматики вообще у кати перри практически все ароматы веселые этот более такой стиле джуси кутюр но они не похожи такой ягодно-фруктовый очень яркий аромат ну вы понимаете когда я говорю джуси кутюр или там бритни спирс я имею ввиду вот эту веселость хотя у бритни спирс разные линейки по разному пахнут вот этот более такой тоже лактонно кокосовый аромат и тоже очень веселенький он наверное более такой нежный по сравнению с вот эти вот эти прям кричит за собой за собой кричит по моему так не говорят ну ладно так еще один высокий флакон это джуси кутюр который называется по-моему кутюр кутюр девочки при раскрытии он пахнет просто виноградом изабеллы я сначала не поняла чем он не пахнет потому что если не ошибаюсь это здесь есть жасмин винограда тут вообще нету но вот видно вот этот виноград когда вы его кушаете он пахнет с жасмином очень вкусный аромат летом его не могу носить это скорее наверное аромат на выход для меня в жару а вот такое на не жаркое лето или на весну вот чудесный аромат и он реально поднимает настроение и на натина его очень часто можно купить за очень бюджетную цену 75 миллилитров по моему здесь если не ошибаюсь сейчас скажу девочки нет 100 миллилитров он стоит иногда он стоит вообще 22 евро или даже стабильно стоит 22 евро чудесный аромат попробуйте его если вам нравится вот жасминовые ароматы и аромат в котором будет чувствоваться виноград фрукта вот эти ягодки винограда очень очень классный аромат так классный аромат от джастин бибер я не знаю как он девочки называется потому что у него несколько ароматов которые выглядят вот так то есть вот это про который я говорю видите он с пластинкой там есть еще с чем-то другим вот это с пластинкой это тоже веселенький аромат как вот этот в стиле вива ле джуси но он пахнет немножечко по-другому чем вива ле джуси то есть это не какая-то копия это именно стиль любите вива ле джуси обратите внимание вот на вот такого джастина бибер с пластинкой иногда его можно вообще за 8 евро отхватить очень рекомендую такой вот веселенький аромат про стойкость да не очень стойки но они все вот примерно вот такие ароматы и все нужно обновлять так давайте покажу вам вот этот и вот это тоже веселенький тоже немного высокий флакон так биэс парадиса это на какую-то знаменитую и наверное очень любимую многими лимитку эскада потому что биэс на нее сделал закос на эту лимитку потом вот это тоже парадайз сан экстази недавно вам показывала от витарио белуччи называется такая парфюмерная марка очень мне понравились качества витарио белуччи можно купить на мейкапе также как и без но без сейчас мейкап на него как-то задирает цены и здесь по моему 50 миллилитров вот в этом 100 миллилитров и я покупала его по моему тоже он стоил к 10 евро вот этот аромат пахнет чуть богаче чем вот этот от без но за без ручаясь он довольно стойки тебя поставим сюда и витарио поставим вот сюда так еще хочу вам показать аромат императрица про него так много говорили хорошего и плохого и что он пахнет кому-то и вкусными фруктами и для кого-то он пахнет протухшими фруктами что и мне уже настолько надоело про него слышать что я уже решил его попробовать у нас в магазинах кстати я как-то его то ли не обращала внимание то ли его не было так на мне сидят по-разному иногда действительно вкусно фруктами иногда действительно чуть-чуть протухшими фруктами не знаю чего конкретно это зависит я его носила это туалетная вода если не ошибаюсь но держится очень неплохо и это фрукты которые для меня лежат на каком-то мужском одеколоне то есть это делает наверное придает ему особенную изюминку так и наверное не одна лимитка из серии номерной номерных линеек от dolce cabana не стала такой популярной как вот эта императрица интересно да девочки я буду с вами сейчас прощаться мне нужно поменять аккумулятором не бы не хотелось на пол слова чтобы у меня камера отключилась к сожалению второй выпуск получился у меня очень таким да мало поставила ну сейчас секундочку реорганизуюсь тут а то и тянусь много распечатывала много все девочки до 3 части все равно видите не влазим а я планировала в две части влезть ну видно опять будет 10 частей простите уж все всем хорошего дня и до следующего видео пока пока